Зачастую при слове «Кавказ» люди представляют себе очень консервативный и совершенно непонятный регион, в котором живут по пресловутым законам гор. Однако на примере таких стран, как Грузия, Армения и Азербайджан, подобные стереотипы развеиваются. Канал Сергея Чеченадзе посвящен политическим событиям на Южном Кавказе и стремится поменять ошибочные представления о нем. Свобода слова, сменяемость власти, митинги без задержаний и даже легалайз. Подпишись и будь в курсе событий в одном из самых интересных регионов мира. На интересную диаграмму тут наткнулся, правда старенькую, но весьма показательную. По итогам 2016 года доля отечественного семенного картофеля в сельском хозяйстве страны составила, как думаете, сколько не трудитесь, все равно не угадаете, 9,7%. Вот она эта диаграмма. Картофель на посадку мы в том году закупали у Египта, у Китая, у Азербайджана и Беларуси, а еще у маленького Израиля, у Пакистана. И мне, к слову, что-то подсказывает. Сегодня ситуация не очень изменилась. Ребят, это дурной сон какой-то. Картошку, блин, на посадку мы закупаем за 3,9 земель и у кого? В эти Египет с Израилем видели, бывали, там пустыня, пески, территория вот, а они картошку для России выращивают для России, занимающие одну седьмую часть суши. Вот так мы встали с колен. Вот так санкции нам на пользу пошли. Даже в 90-е эта страна не закупала картофель за границей, а теперь вот рывок, елки-палки. Осталось воду пить его из Сахары начать возить и поставки леса из какой-нибудь Японии наладить. Впрочем, скоро, видимо, так и будет. Сперва толкнем им и китайцам Сибирь за 3,50 или сдадим в аренду лет на 300. За доширак, ага. А потом как? Совершим обещанный прорыв слов. Нет, одна нецензурная брань. В голове крутится. Начинаем. Слушайте, а пропагандисты вообще с катушек съехали? Налетел тут на эфир канала НТВ в минувшие выходные. Есть там такая программа «Центральное телевидение». Я думал, что видел уже все. Не все оказывается. Эти ребятишки в попытке поглубже лизнуть превзошли даже Киселева с Соловьевым. О чем речь? А дело в том, что как будто бы журналисты некогда заслуженного канала не стесняются теперь откровенные фейки в эфире гонять. Короче, на прошлой неделе какой-то пранкер в соцсетях опубликовал шуточный пост на предмет «Старушки Европе подумывают о запрете традиционных сексуальных отношений между мужчиной и женщиной в смысле «Но человек-то прикололся, а НТВшники, значит, за ту историю ухватились и давай ее раздувать на весь мир». Причем самое-то интересное. Авторы программы признались, мол, да, мы отдаем себе отчет, что новость является фейковой. Но чем черт не шутит, дыма же без огня не бывает. За традиционные ценности в тюрьму. Неужели обычный секс между мужчиной и женщиной в Европе теперь будет считаться преступлением? Новость, которая всех переполошила, оказалась фейком. Но что если правда на самом деле еще страшнее? А правда действительно еще страшнее. И заключается эта правда в том, что центральные СМИ в России окончательно деградировали и превращаются в посмешище для всей планеты. Ну посмотрите, как на Западе реагируют на появление наших пропагандистов. Их же за дурачков считают, над ними смеются откровенно. «Россия раз, Россия два. А чего вы вдвоем? Две России? Разделились уже?» Впрочем, чего удивляться? Разве могут такие журналисты хоть каплю уважения вызывать у здравого человека? Ошибаются все. Бывает такое, но эти-то не ошибаются. Они специально врут. Вот, повторюсь, до откровенных фейков уже опустились. Такую ахинею в эфире молотят за традиционные отношения в Европе. Будут сажать в тюрьму. Сами слышали. Мы, кстати, с коллегами затем обсуждали данную программу. Придумали для ребят слоган. «Мы не делаем новости, мы тупо высасываем их из пальца». Правда, позже этот слоган слегка подкорректировали. Он аж заиграл. А самое главное, стал абсолютно правдивым. Это не новости. Мы высасываем. Потому что вылизываем. Дарю, дорогие пропагандисты. Это реальная журналистика. В стране мультипульти. Темах сегодняшнего выпуска. Поехали. Еще одни лжицы-сказочники в очередной раз отличились. Росстат, наш любимый, опять зафиксировал у граждан рост доходов. Рост, я сказал, нет, резкий скачок. Так вот. Господа провели исследование по декабрю 2019. И, о чудо! Оказалось, среднестатистический россиянин стал богаче на 10,1%. Вы не в курсе? Вот я вам докладываю. Ваши доходы выросли на 10 с лишним процентов. А вот теперь самое важное. Средняя зарплата по стране достигла показателя 62 тысячи рублей. Поздравляю! Мы все теперь практически средний класс. В общем, не бедные люди. Потому что 62 тысячи это так-то неплохой доход. А если ты женат, например, то ваш совокупный составит 120 тыр. И не вздумай спорить. Росстат лучше знает. Сидит он мне про 30 тысяч рассказывает. Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян. Цифры, которые выдает ведомство, удивляют как чиновников, так и экономистов. Казалось бы, растут зарплаты, инфляция держится в рамках, а доходы граждан, если верить статистикам, все равно падают. В чем загвоздка? Вопрос изучил Георгий Гривиной. Ловкость рук и немного статистического лукавства. Вот мы вручаем нашему эксперту 100 рублей, а с точки зрения подсчета реальных доходов населения у него сейчас в руках только 80. Вы теневого дохода не видите, а у Росстата в методике он есть? С другой стороны, конечно, можно и сто тысяч насчитать, и даже миллион. Главное всегда помнить, что есть какая-то скрытая часть, и на нее всегда можно списать, что хочешь. Ну помните же, когда закон о самозанятых придумывали, какой-то гений депутат фантазировал, мол, бабка. Пекущие пирожки дома и продающие, а затем эти пирожки на автобусной остановке, имеет навару до 200. И даже 300 тыр. Мы с вами тогда смеялись, и они-то действительно в это верят. Ну а вернемся к нашим баранам, к зарплате в 62 тысячи. Я, конечно, не Росстат, и какими-то супер-пупер методиками не владею, и я по старинке решил изучить рынок вакансий в интернете. Ну, скажем, на самом популярном портале работа.ру. Давайте вместе по нему пробежимся. Первое, что я вижу, менеджер по продажам. 40-60 тысяч. Инженер-технолог. 30-35. Дальше поехали. Снова менеджер по продажам. 55 тысяч. Менеджер по работе с ключевыми клиентами. От 65. Хорошо, давайте не менеджерские должности рассмотрим. Администратор медицинского центра. 38-50 тыр. Автослесарь. 40-60. Секретарь. 17. Продавец-консультант. 16-30. Повар в столовой. От 29. Где тут 62 тысячи-то в среднем? В каком месте? Не будем забывать, кстати, что вот эта зарплата указана с налогами. Из нее еще 13% подоходного нужно вычесть. Кому свистят эти веселые ребята? Особая методика расчетов у них, ага. А если мы завтра по этой же методике с налоговыми службами начнем рассчитываться, или там с коммунальщиками, вот вам вместо 1000 рублей 800 или 500, остальное учитывайте, как скрытый платеж прокатит. Нет, такая шутка. Кстати, а вот интересное видео из Питера подвезли. Росбалта публиковали на Медне. В северной столице люди выстраиваются в очередь за просрочкой, которую выбрасывают на помойку работники одного из супермаркетов. Автор ролика уверяет, что подобную картину она наблюдает у своего дома каждый вечер. Бывало даже, что между страждущими случались драки. Ну вот тут, правда, обошлось без рукоприкладство. Самое забавное, что за просрочкой в этот супермаркет приходят не только малоимущие или там старики-пенсионеры, нередкие гости и молодые люди. А вот теперь, внимание, друзья, мы с вами говорим о Питере. Втором городе в стране, где, в общем, у жителей больше возможностей заработать на кусок хлеба, чем где-то на периферии. Но раз это есть, значит, нужда заставила. Поэтому предлагаю, давайте еще раз поменем добрым словом сказочников из Росстата 62 тысячи. Если петербуржцы уже на просрочку переключились, что творится в маленьких городках, коих по стране огромное количество? Кому вы парите мозги? Извини, я бы сказал. Козюльский! Радостная новость для автомобилистов, которые пытаются прокормиться за счет железного коня. Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые коммерческие автомобили. Коммерческие это газели, в том числе пассажирские. Грузовики небольшой грузоподъемности. Человек на таких зарабатывает на кусок хлеба. Повторюсь теперь, что значит старые. Машины экологического класса, евро-3 и ниже. По состоянию на 1 января 2020 года таких по стране эксплуатировалось более 3 миллионов. Интересно, как в министерстве объяснили это свое решение. Оно позволит увеличить спрос на новые, более экологичные машины. Тю! А мы-то думали, чё люди ездят на старых тачках? Задачка в два счета решается. Надо просто пойти и купить новую. Вот ты, я вижу, тоже этого не знал. Да, а пошарил бы под подушкой, там у тебя по любе лишний миллион завалялся и вуаля! Завтра ты уже на новом драндулете. Ой, не могу я подобный бред комментировать. Действительно, страна мультипультия. Ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Их поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока! Пока!